Друзья, уважаемые коллеги, будущие коллеги, я действительно с Минска, с Белоруссии, доктор психологических наук, профессор, в кафедре психологии и педагогики. Институт называется Белорусский институт правоведения. Моя тема противоположная данная. Моя тема созидания, как становление продуктивного субъекта образования, преобразовательной деятельности, то есть конкретно я хочу именно вас сориентировать на то, чтобы вы творили, созидали, развивались, самосовершенствовались именно продуктивными субъектами образования, помогали людям и развивали их. И, конечно же, мне хочется сказать о том, что созидание больше именно положительное. Именно взаимосвязь созидания мы достигли благодаря соединению его с мотивацией достижения успеха. Каждый из нас хочет быть успешным, хочет быть креативным, творческим. А для этого нам нужно развить в себя мотивацию, мотивацию успеха, мотивацию как потребность, как побуждение и как энергетический потенциал. То есть направить всю свою энергию на развитие вначале самого себя. И только когда мы узнаем методами самопознания, кто я есть, какая я есть, и если у нас будет мотив двигаться вперед и развивать свое творчество, мы тогда поможем другим рядом, стоящим с нами. Что мы понимаем под созиданием? Пожалуйста, если нужно, следующий слайд. Значит, это созидание характеризуется нами как процесс становления продуктивного субъекта образования при образовательной деятельности разных форм и продуктивности, по генерированию воплощению нового или воспроизводству модифицированных социально значимых материальных и духовных продуктов в соответствии с социально-профессиональными нормами и направленностью творческой активности, способствующей продуктивной актуализации природных потенциалов в созидаемых деятельностях продуктов. То есть у каждого существует свой потенциал. Чтобы быть созидателем, надо найти этот свой потенциал и развить его. Вот это и является самым главным. У кого-то средний уровень, у кого-то высший уровень, у кого-то нижний уровень. Средствами дифференциации, средствами индивидуального подхода к вашему данному потенциалу мы, найдя его, начинаем развивать и так далее. Созидание там взаимодействия субъектных, конечно, отношений, отражающий полученный прогнозируемый результат. Мы прогнозируем, я реальная, какая я есть, какая я хочу быть будущим. Я образ результатов, я будущее, я профессионал. Каждый, любой профессии. Мы проводили исследования на всех специальностях разных направлений. И юридических, и медицинских, и педагогических, и психологических, и сельскохозяйственных. И везде каждый человек в своей отрасли может найти что-то новое. Своими словами мы можем сказать, что созидание – это что-то новое, до сих неизвестное. Оно может чисто быть новое, оно может быть модифицировано чем-то и изменить это новое. Мы изменяем себя как человека растущего, творческого, развивающего. Мы пришли к выводу, что больше всего этому помогают нестандартные ситуации. Когда мы решаем разные профессиональные, в соответствии с разными профессиональными направлениями, нестандартные ситуации, очень помогаем вам, как это сделать, как найти гипотезу, как определить цель, как именно помочь вам решить. И если вот преподавая в БГУ психологию управления с начала учебного года мои студенты решали только по две, по три ситуации, остальные не получалось у них, то к концу учебного года, когда мы интеллектуальную разгрузку проводили, и на этой интеллектуальной разгрузке у нас давалось по две, три ситуации, а в конце на практических мы давали им 10, а не в конце 8, 9, 10. Это говорит, что созидание как становление, это развивающийся процесс, и это зависит от вас, от вашей мотивации, что вы хотите. Вы действительно попозреждены вам развиваться и что-то новое. Первое слово о созидании начал говорить Борис Керасимович Ананьев. Он в своей лаборатории вместе с Кузьминой, Ниной Васильевной, член-корреспондент РАВА, как вы знаете, доктор психологических наук, Маляк, кстати, руководитель научно-докторской диссертации, они пришли к выводу, что именно это развить себя как индивидуально. Вот я есть я, свое я. Развить себя как личность. Какая личность нужна нашему обществу? И, наконец, стать субъектом деятельности, познающим и развивающим. Вот это три единое целое. И именно дал эти понятия первым Ананьев. Дальше Теркач, Кузьмина, Брушлинский. Они развивали созидание. И оно пошло дальше. Но мы не будем останавливаться, что такое продуктивный субъект образования. Это конечный результат. Поэтому я же хочу остановиться дальше на концепции, так как мы говорим о том, что не только нестандартные ситуации, не только направленность, не только самореализация, самосовершенствование, вот эта взаимосвязь идет. Но главный и первичный элемент – это именно теория мотивации. Они, концепции, теории мотивации относятся, относимые к человеку, начали появляться в психологической науке еще с 20-х годов, 20-го века. В одном случае, как совокупность факторов, поддерживающих направляющих, то есть определяющих поведение и деятельность. В другом случае, как совокупность мотивов. А в третьем, как побуждение, вызывающее активность организма и определяющее ее направление. Вы сидите, вот все студенты, и знаете, если у вас есть мотивация, мотивация какая бы она ни была, но именно мотивация к обучению по данной профессии, она движет вам, и вы получите замечательное образование и замечательные знания. То есть вот мы и тоже доказали факторным анализом, в тринадцатом, не в тринадцатом, а в третьем факторе, мы доказали, что именно мотивация коррелирует с созиданием. И она очень многое именно помогает движению, как энергетический потенциал, и движется дальше. Если мы рассматриваем мотивацию по Кузьминой и Шадрикову, это как направленность и обусловлено потребностями и целями личности, уровнем притязаний и идеалами, условиями деятельности, как объективными, внешними, так и субъективными, внутренними знаниями, умениями, способностями, характером и мировоззрением, убеждениями и направленностью личности. С учетом этих факторов происходит принятие решения, формирование намерений. Мы с Кузьминой Ниной Васильевной и ее внучкой Жаренова Евгения Николаевна разработали такую акмотехнологию. Акмотехнология оценки, именно оценки того, как духовный продукт преподавателя влияет на духовный продукт нас, как студентов, как учеников. И пришли к выводу, что именно продуктивные образы результата, которые мы взяли способности, мотивацию, направленность, компетенции и компетентности, именно являются главными движущими силами и побудителями, связывающими нас именно конечный результат и именно созидание, как продуктивное субъект образования, именно в преобразовательной деятельности. Можно любую деятельность, любой вот этот стол преобразовать в такой, чтобы он был новым, чтобы он именно видно было, что это преобразователь, созидатель. Любого человека, любую личность, мы приходим в парикмахерскую, и нас тоже преобразуют так, что мы выходим оттуда и довольны. Очень интересно. А вот когда мы берем факт вот этой преобразовательной, как делают за рубежом, когда я переводчиком возила много раз в Германию своих студентов, и Министерство образования работает там, когда они садят, вот сидят все мужчины в кружочек, именно мужчины оценивают женщин, и косметолог показывает, какие вот у них есть условия, какая у них есть косметика, чтобы именно преобразовать данную женщину. И все смотрят, мы не видим себя, и в зеркало не смотримся, а все смотрят, и тут говорят, нет, это не подходит. Вот это подходит, вот это тоже преобразование. И, наконец, мы выходим из прической, и с этим макияжем, и мы выходим, и как мой зять, если мы говорим, мама, да вы такая красивая становитесь, вы представляете? Так и здесь любой предмет, любую вещь, любого человека, мы преобразовываем, но мы показываем, как это надо сделать. Нужно заинтересовать, смотивировать его, что это ему надо. Мы организовали лабораторию созидания продуктивного субъекта образования. 30 человек в этой лаборатории является как экспериментальная группа, а 30 человек – обыкновенные студенты, изучающие на втором и третьем курсе психологию развития, акмеологию и так далее. И что это показывает? Вначале с этими мы занимаемся, и с этими на лекции, но с этими дополнительно мы изучаем методом акмотехнологии нашего самопознания и акмотехнологии оценки влияния преподавателя, как влияет он на данных студентов. Мы изучаем свое «я идеальное». Все, начиная от памяти, мышления, психических процессов, свойств личности и так далее, мы изучаем, а потом психоконсультирование, психокоррекция. И в конечном итоге мы смотрим, каким же он хочет стать идеологом. Так как мы психологов юридических, медицинских готовим, значит, вот смотрим, что ему надо для того, чтобы он преобразовался. И в конечном итоге я хочу сказать, что результаты ИТО, а мы два года ведем эту лабораторию, показывает, что ребята не только тезисы пишут, не только на конкурс научных работ подают, но они преобразовываются сами. Если они учились, у нас десятибальная система, поэтому если они учились на 4-5, они доходят до 9-10. Совершенно они изменяются, они преобразовываются, а не видят, что это надо, и именно это их побуждает, их изменяет их ненамерение. Пожалуйста, если можно, еще там у нас есть что-то. Нет уже, я тогда скажу своими словами. Я не буду вас много задерживать. Я хочу сказать, выводы таковы, что мотив как потребность объясняет, откуда берется энергия для проявления человеческой активности и творчества, созидания продуктивного субъекта образования, его эффективности и результативности. В этом и состоит взаимосвязь созидания продуктивного субъекта образования и мотивации достижения успеха средствами приобретения знаний, компетенции и компетентности и доказанных корреляционных. И второе, мы связываем мотив с функцией побуждения и потребности, с направленностью созидательной деятельности, регуляционным и смыслообразующим его элементом. Он служит основанием для выбора целей, средств и способов действия, инергизирует поведение, выступает как конечная цель созидания, постановлению субъекта образования как личности и индивидуальности субъекта преобразовательной деятельности разных уровней продуктивности. Именно в мотиве как побуждения и потребности содержится активное отношение, стремление, направляющее человека на преобразование условий деятельности с целью удовлетворения себя как личности, индивидуальности и субъекта деятельности. Я хочу сказать, мы не только самопознаем. У нас очень много тренингов и развития личности, коммуникативных и личностного развития, и релаксационных различных видов тренинга, интересные виды, активные методы обучения, рефлексивные методы обучения, интерактивные методы обучения. Когда мы тоже, именно играя вот этих игр, преобразовываем себя и развиваем, что нам нет. Мы помогаем в консультировании, в коллекции, именно вот таким вмешательством, каким-то кризисным, как мы говорим, цена практики и других видов, чтобы помочь человеку стать таким, как он хочет, как он желает, к чему движет его мотив. Я не буду показывать вам корреляционные связи и так далее. К сожалению, время у нас не стало. У нас есть... Да, мы поаплодируем.